Добрый вечер! В эфире 12 канала. Итоговый выпуск новостей в студии Константин Лондон. Главное сегодня. Первый пошел, а точнее забил. В Омске начали включать фонтаны. Кого называют главными врагами городских гидросооружений? ЕГЭ и получение аттестатов под угрозой срыва. Учительница опять в нервном порыве, села, закрылась и не знает, что делать. Старый конфликт в горячей ключевской школе под занавес учебного года разгорелся с новой силой. Слили и залили намертво. Вот такая своеобразная бетонная поляна образовалась в советском округе прямо напротив бетонного завода. На границе садового товарищества разрастается незаконная промышленная свалка. На место выехали специалисты Минприроды. В прямом смысле прикоснуться к искусству и звездам. Уникальные проекты для незрячих людей в Омске и Таре. Зверствовали на чистую голову. Стали известны результаты психолого-психиатрической экспертизы подростков, обвиняемых в тройном убийстве в селе Юривка. Сильнейшие гимнастки России, а также стран ближнего зарубежья, многократные чемпионки мира и призеры Олимпийских игр на сцене Омской филармонии открыли первый международный турнир Евгения Кап имени двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой. Торжественную церемонию открытия 12 канал показал в прямом эфире. На праздник пригласили звезд художественной гимнастики Дину и Арину Авериных. А ведущей вечера стала серебряный призер Олимпийских игр и корреспондент телеканала МАЧ-ТВ Яна Батыршина. Режиссером спортивного праздника стала заслуженный тренер России Ирина Зиновка. Именно она создавала все блистательные программы Евгении Канаевой. По именам участниц омские соревнования превзошли даже недавно завершившийся в Москве турнир «Небесная грация». Девочки, родители, я очень рада, что вы сегодня пришли и хотите разделить с нами прекрасный вечер, потому что для меня это очень дорого. Первый турнир, который мы проводим командой, я одна бы никогда такое не сделала. У меня есть большая команда, которая мне помогает, которая меня вдохновляет, и я очень благодарна. Это мой тренер Вера Ефремовна Штельбаумс. Это мои первые тренеры, Елена Николаевна Арайс, Оксана Курганская. Это мой любимый постановщик Ирина Борисовна Зиновка, без которой этой красоты не состоялось бы. И, конечно же, огромное спасибо главному тренеру, который нас вдохновляет и всех ведет вперед. Добавлю, что участницами Евгения Кап стали сильнейшие спортсменки мира. Судейскую бригаду возглавила арбитр международной категории из Венгрии Ирина Берек. Завершатся соревнования 30 апреля. Россия отразила санкционный удар. Экономика устояла, а в ближайшее время будет принято решение по индексации пенсий, всех социальных пособий и зарплат бюджетников. Об этом президент Владимир Путин заявил в Санкт-Петербурге на Совете законодателей, приуроченном ко дню российского парламентаризма. В Совет входят спикеры Госдумы, Совета Федерации, главы комитетов, председатели ЗАГС Собраний регионов. Главной темой для обсуждения стали меры по развитию экономики в условиях санкций. Президент заявил, что сейчас необходимо максимально задействовать доступные каналы дипломатии в Европе, Азии, Африке, Америке. Нужно аргументировать и отстаивать позицию России. Сохранение существующих торгово-экономических связей и поиск новых иностранных партнеров приоритетными для страны считает и председатель ЗАГС Собрания Омской области Владимир Варнавский. Во время работы комиссии Совета законодателей по проблемам международного и пограничного сотрудничества Варнавский на примере нашего региона рассказал о необходимости дальнейшего укрепления связей со странами СНГ и Китаем. Так, для Омской области главным партнером является Казахстан. Владимир Варнавский особо отметил, что на прошлой неделе в соседней республике с визитом побывала омская делегация. Во главе с губернатором Александром Бурковым прошли переговоры о развитии авиасообщения и возможности совместного использования ИРТШа в качестве транспортной артерии. Студентов Омского аграрного университета начнут обучать по новым стандартам. Сегодня ВУЗ и Министерство образования подписали соглашение о создании на базе учебного заведения образовательно-производственного кластера в рамках программы «Профессионалитет». Уже с 1 сентября в университете появятся сельскохозяйственные направления, которые будут готовить будущих специалистов для конкретных предприятий. Участниками программы стали 11 крупных производств региона. На эти цели университет выиграл грант 100 миллионов рублей. Вложатся и участники соглашения. Министр образования региона Татьяна Дернова отметила, важно, чтобы студенты учились в связке с будущими работодателями. Это нужно, чтобы ребята к моменту окончания университета были, что называется, как рыбы в воде на рабочих местах. Проект «Профессионалитет» как раз на это и направлен, чтобы процесс обучения был в тесной связке с уже конкретными работодателями, чтобы каждый студент понимал, где, на каком рабочем месте он будет работать, и главное, он умел там работать. Именно поэтому объединились все усилия, все ресурсы. Здесь будет много практики, будет много практических занятий. И даже закупка оборудования осуществляется совместно, и инфраструктурный лист по закупке оборудования составляется и аграрным университетом, и работодателем. В Омской области началась пассивная. Весенние полевые работы стартовали в двух районах – Саргатском и Черлакском. В первом аграрии высаживают овощи, во втором приступили к севу многолетних трав. В 29 районах провели обработку почвы на площади почти в 2 миллиона гектаров. Это чуть больше 80% от плана. Не забывают и о минеральных удобрениях. Из-за геопаритической обстановки ранее возникали перебои с их поставками. Но в региональном Минсельхозе уверяют проблем с удобрениями. Нет, аграрии закупили около 50 тысяч тонн действующих веществ. 86% от запланированного объема. Добавлю, ежегодно омские сельхозпроизводители собирают более 3 миллионов тонн зерновых. Полицейские просят омичей помочь найти человека. 58-летний Виктор Челенко пропал 10 дней назад. Мужчина ушел с работы в разгар дня. Покинул авторикцентр на улице Карла Маркса. Но домой так и не вернулся. Его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего. Рост около 175 сантиметров. Худощавое телосложение. Темно-русые волосы. Был одет в темную куртку, темные брюки и синюю шапку. На ногах кроссовки. Если вы узнали мужчину на фотографиях и знаете, где он находится, позвоните в полицию. Телефоны на экране. В Омске сегодня заработал первый фонтан. Воду подали к двум искусственным источникам на Чиканово-Реханово. Это как раз кстати. Ведь сегодня воздух прогревался до плюс 27 градусов. Работать в водные сооружения будут с утра и до позднего вечера. А на ночь автоматически отключаться. Когда забьют струю в остальных городских фонтанах, знает Никита Смирнов. Буквально за секунды этот футуристический стеклянный арт-объект превращается в сверкающий фонтан. Каскады воды завораживают проходящих мимо горожан. Психологи утверждают, даже беглый взгляд на воду сравни небольшому сеансу релакса. Поэтому даже спешащие на работу омичи задерживаются у фонтана на Чиканово-Реханово. Очень красивые. Они очень нравятся. Причем многим людям, кто вот здесь гуляет. Это, во-первых, красиво и необычно. Всем нравится. Главный фонтан этой пешеходной улицы официально запущен. У другого поменьше чистят чашу и отмывают гранит от весенней грязи. Слесарь Виктор Федоров называет голубей главными врагами водных сооружений. Помёт и перья. Чистить плитку от этого сложнее всего. Ради праздника, когда запускают фонтаны, это, наверное, для всей улицы Валиханово праздник. Вот приходится мыть, готовить его к работе. Работать фонтаны на Чиканово-Реханово будут до осени. С утра и до позднего вечера. А на ночь автоматически отключаться. Раз в месяц водные сооружения будут останавливать для чистки насосов и мытья конструкции. Специалисты в очередной раз предостерегают омичей. Вода в фонтанах не предназначена для питья. В хлорные реагенты добавляем воду, чтобы от воды не отходил лишний запах, чтобы вода была чистая, чтобы было благоприятно людям, проходящим рядом с фонтаном. Поэтому не рекомендуется пить воду. Помимо фонтанов на Чиканово-Реханово, в Омске ещё 13 водных сооружений. Сейчас их также подготавливают к запуску. Включать будут поэтапно, к 9 мая. Мы за зиму приобрели часть насосного оборудования, приобрели запасные задвижки, все необходимые. И сейчас проводятся мероприятия для того, чтобы фонтаны отработали в нормальном штатном режиме. Все городские фонтаны продолжат работу на протяжении всего лета. Но почти каждой конструкции требуется капитальный ремонт. Он запланирован на следующий год. Никита Смирнов, Виктор Осинцев, 12 канал. Праздничный митинг, концерт, приглашенные звезды и флешмоб. Первого мая мечей ждёт насыщенная культурная программа. Увидеть её можно будет в прямом эфире 12 канала. Трансляция первомайского шествия «Маёвка-55» за праздник весны труда начнётся в 10 утра. Зрители 12 канала смогут увидеть все подробности праздничного мероприятия. На протяжении всей демонстрации камеры 12 канала будут сопровождать шествие. Участие в нём примут волонтёры Победы, политические партии, работники промышленных предприятий, молодёжные организации. Присоединиться к колонне можно со стороны Ленинградской площади или подойти к Площади Победы, чтобы принять участие в песенном флешмобе с Денисом Майдановым. Продолжится праздник концертом на Площади Победы. Для мечей выступят творческие коллективы города. Запланирована и патриотическая акция Омская область, Донбассу. На огромном полотне все желающие смогут оставить своё послание в поддержку жителей Донбасса и наших солдат, которые принимают участие в специальной военной операции. Ну а вечером большой концерт с участием Дениса Майданова состоится на стадионе «Красная звезда» в 18 часов. Вход свободный. С цветами и словами благодарности поздравления сегодня принимают работники скорой медицинской помощи. Несмотря на то, что служба в Омской области создана больше 80 лет назад, праздник отмечают лишь второй год подряд. С самой сильной нагрузкой фельдшеры и врачи столкнулись в 2020 году, когда весь мир захлестнула пандемия коронавируса. На протяжении этих трудных нескольких лет поддержку сотрудники скорой помощи получали от волонтёров, частных организаций, депутатов. Вот и сегодня поздравить с праздником на станцию скорой приехали представители «Единой России» и одного из омских предприятий. Цветы и сладкие наборы в знак уважения и благодарности за работу. В этот день хотелось бы пожелать всем медицинским работникам и, конечно, работникам скорой помощи, прежде всего, сегодня. Здоровья, конечно, прежде всего. Здоровья, счастья, радости, любви родных и близких. И как можно меньше тяжёлых случаев. Добавлю, скорой помощи уделяется особое внимание. Так, в прошлом году в регион для районных больниц поступило 30 автомобилей. Они оснащены современным оборудованием. На модернизацию первичного звена здравоохранения направили 100 миллионов рублей. Предложение «Единой России» по масштабному обновлению автопарка поддержал президент страны Владимир Путин. Не могут учить и учиться. В школе в горячем ключе снова силой разгорается скандал. Родители ополчились друг на друга. Всё из-за жалобы на педагогов и директора от 11 человек. Итогом обращения в Комитет по образованию и прокуратура может стать увольнение руководителя. Учебного заведения. Поддерживают главу школы педагоги. Вот только под угрозой срыва экзамены и итоговые контрольные. В причинах конфликта разбиралась Анастасия Вишова. Учительница опять в нервном порыве. Села, закрылась, не знает, что делать. Скандал вокруг школы в поселке Горячий Ключ раскручивается с новой силой. Родители учеников в панике. Уверяют, одна семья терроризирует всю школу. Якобы на каждое замечание со стороны педагогов ученице седьмого класса приходит ответ. Докладная. Учителя всё чаще уходят на больничный. Начались увольнения. Заявление по собственному написала учитель географии. Однако женщина говорить об этом не хочет. Я бы не хотела оставлять комментарий. Раз я ушла, я, наверное, хочу, чтобы эта история так и закончилась. На носу конец учебного года, сетуют родители. На рабочее место почти два месяца не возвращается директор школы. Есть риск, что выпускники могут остаться без аттестатов. В начале марта 12-й канал уже рассказывал эту историю. 11 родителей написали жалобы в Комитет по образованию Омского района. Их дети остались на второй год. Якобы учителя с подачи директора занижают оценки. Вы, наверное, много еще не знаете. А с вами 40-й ценам не было. Тогда Комитет по образованию начал проверки в Горячеключевской школе. Итог собрания с родителями. Директор не уходит с должности до выяснения всех обстоятельств. Педагоги на стороне руководителя. Обещают уволиться в случае отставки директора. Спустя почти два месяца ситуация не разрешилась, а зашла в тупик. Работа парализована полностью, понимаете. Атмосфера ужасная в школе сейчас среди детей и среди учителей. Потому что учителя действительно боятся сейчас любого движения ребенка. Потому что начинаются съемки, начинается вот эта вся психологическая обстановка, понимаете. Они не знают, как вести. Они не знают, что будет дальше. В компетентности преподавателей, говорят родители, грех сомневаться. Среди выпускников много отличников. Я выпускник школы. У меня в классе было три золотых медали. То есть уровень наших учителей довольно-таки высокий. А вот к девочке, главной героине конфликта, стоит присмотреться повнимательнее. У меня ребенок рассказывает, учителя к ней относятся хорошо. Они даже говорят лучше, чем к нам. Насколько я знаю, что были пропуски. Потому что была ситуация, какой-то предмет нам нужно было исправить. Она сказала ей прийти исправить, и мой ребенок пришел исправить. То есть она не пришла. У родителей, которые написали жалобы, другая версия. Уволился учитель географии и биологии не из-за них. По результатам проверок региональное министерство образования выяснило. На должность географа, нарушив все правила, назначили психолога. Оставлять детей на второй год по результатам итоговой контрольной, без учета промежуточных оценок, и вовсе незаконно. Мама девочки, которую теперь винят в уходе географички, заявляет, у педагогов личная неприязнь к ее дочери. Например, часть ошибок в работе ее ребенка подрисовал учитель русского языка. Получаем оценку 2-3. И увидели там подрисованные ошибки. Нас даже аттестовал комитет по образованию. Они признали, что ребенка должны были аттестовать. Проверив эту перепроверив, у них была комиссия экспертная. Это уже самый настоящий буллинг, жалуется Екатерина. В родительский чат уже не раз сыпались предложения забрать ребенка из школы. Насовсем. Впрочем, уходить некуда. Это единственная доступная школа. По мнению специалистов, выход из этой ситуации один – сесть за стол переговоров. Забрать всеобщее собрание. Это действительно провести некую очную ставку, чтобы дать родителям больше информации. Почему они так ведут себя, почему они прессуют, почему они допускают этот момент. Потому что у них недостаточной информации. У них недостаточная информация о данной ситуации. Они видят только поверхностную ситуацию. Окончательно поставить точку в конфликте может только директор. Через два месяца истекает срок максимально возможной продолжительности больничного. После выхода на работу администрация Омского района намерена расторгнуть договор. Открытым остается вопрос – кто заменит уволившихся учителей? В начале года в омских школах и детских садах не хватало почти 650 специалистов. Анастасия Вишова, Сергей Гаврилов, 12 канал. О вреде коррупции в рисунках в Омске. Сегодня по двери итоги антикоррупционного форума. Его организовало региональное казначейство по поручению президента страны Владимира Путина. Омские студенты, представители федеральных и региональных органов государственной власти, сотрудники ОМВД, УФСИН и прокуратура Омской области нарисовали антикоррупционные плакаты и буклеты, сняли видеоролики и посоревновались в сценическом мастерстве. Всего больше 200 участников из 21 района области. Самому юному из них 8 лет победители и призеры регионального этапа осенью отправятся в Новосибирск, чтобы принять участие в следующем этапе творческого конкурса. Работы очень интересны. У каждого автора свой подход, очень интересные рисунки. Главная задача этого форума – воспитать у общества невосприятие коррупционных проявлений, чтобы молодежь понимала, осознавала и у нее воспитывалось невосприятие. И смотрите во второй части выпуска. Зверствовали на чистую голову. Стали известны результаты психолого-психиатрической экспертизы подростков, обвиняемых в тройном убийстве в селе Юривка. Слили и залили намертво. Вот такая своеобразная бетонная поляна образовалась в советском округе прямо напротив бетонного завода. На границе садового товарищества разрастается незаконная промышленная свалка. На место выехали специалисты Минприроды. В прямом смысле прикоснуться к искусству и звездам. Уникальные проекты для незрячих людей в Омске и Таре. Не важно, какой у вас автомобиль, важно, что купит его BMW Bars. BMW Bars купит ваш автомобиль с удовольствием. Телефон 330-777. Если радио, то максимум 105FM в Омске. Знаешь, где водится вкусная рыба? Для барбекю и мангала. В рыбном гурмане на 10 лет октября 72. А настоящим гурманам скидка 10% каждый четверг. Все поднимают цены, мы снижаем. Светильник точечный, медь 20 рублей за штуку. И еще тысяча позиций по распродаже. Весь свет. Лермонтова 192В. Автосалон Автобан. Выбери свой проверенный автомобиль с пробегом. Коммунальная 2, корпус 1. Приближается самый значимый праздник для нашей страны. От лица общественного движения «Мой Омск» и от себя лично поздравляю с наступающим днем Великой Победы дорогих ветеранов. И приглашаю всех омичей принять участие в патриотическом конкурсе. Общественное движение «Мой Омск» совместно с 12 каналом проводит конкурс «Мы помним, мы гордимся». С 25 апреля по 6 мая снимите детское видеопоздравление, посвященное празднованию Дня Победы, отправьте его в личные сообщения в официальные аккаунты 12 канала и получайте возможность выиграть велосипед, самокат или роликовые коньки. Лучшие видеопоздравления украсят праздничный телеэфир 9 мая. Подробности конкурса на сайте 12-й канал.ру и в социальных сетях. Без возрастных ограничений. С наступающим Днем Победы! Желаю мирного неба всем жителям нашей сильной, великой страны. Днем Победы! О убийствах в Юрьевке стало известно 22 января. От многочисленных ножевых ранений скончались отец и мать подозреваемой, а также 10-летняя сестра Январит. Спастись удалось лишь младшему брату. Изначально оставшиеся в живых пустили следователи по ложному следу. Якобы убийство совершил неизвестный. Но позже выяснилось, что к трагедии причастна 14-летняя дочь, погибшая ее 17-летний возлюбленный. Родители, по их словам, запрещали им встречаться. А за сестрой школьница не хотела ухаживать. Расследование дело продолжается. О самых громких криминальных историях расскажут мои коллеги в программе «Основано на реальных событиях Омск». Смотрите завтра в 19 часов на 12 канале. Бетонное поле и мусор. О таких дарах в Сибири в редакцию 12 канала сообщили дачники садоводческого товарищества с одноименным названием. Внушительная по размерам территория, расположенная напротив бетонного завода, забита промышленными отходами. Местные переживают, что строительную смесь, бетон, выливали прямо на почву. Опасна ли для экологии такая свалка, и кто будет ее ликвидировать, разбирался Никита Гайдаш. Вот такая своеобразная бетонная поляна образовалась в Советском округе прямо напротив бетонного завода. Кому принадлежит этот участок и насколько закона такая свалка, неизвестно. Но что известно точно, что местных жителей такой лунный пейзаж не впечатляет. Это видео в редакцию 12 канала прислали дачники СНТ Дары Сибири. На кадрах видно, промышленными отходами в перемешку со строительным мусором залита целая поляна. Небольшие свалки видны и посреди деревьев. Вот в кустиках слитый бетон. Идем дальше. Вот что превратили. Землю. Поймать за руку тех, кто загрязняет территорию, местным не удается. Видимо, предполагают, дачники работают ночью или ранним утром. Но наличие именно промышленного мусора главным подозреваемым среди людей делает бетонный завод, расположенный через дорогу. В очередной раз заезжал в СНТ свою через Доковскую. Проезжал мимо активно развивающейся свалки. Сливают бетон, какие-то отходы, канал. Непонятно, что происходит. Все очень активно загрязняется. Хотел бы обратить на это внимание. Вместе с нашей съемочной группой на место образовавшейся несанкционированной свалки выехал и представитель регионального Минприроды. После непродолжительного рейда обнаружено еще несколько мест складирования твердых коммунальных и промышленных отходов. В том числе и слитого бетона. Все нарушения зафиксированы. Теперь задача ведомства определить собственника загрязненного земельного участка. Это может быть какой-то частный собственник или арендатор. Но опять же, не факт, что территорию тут загрязняет собственник. Да, но за территорию отвечает собственник земельного участка. Однозначно я могу сказать, что на почву такие диваны не выливают. Именно собственник земли по закону обязан следить за ее состоянием. Поэтому вне зависимости от того, кто здесь оставляет промышленные отходы, отвечать придется хозяину участка. Виновных же в загрязнении будут искать полицейские. Акт осмотра несанкционированной свалки специалисты Минприроды передадут в правоохранительные органы. В ближайшее время оформим это все и будем направлять информацию, будем запрашивать сведения правообладателей этого участка. Визуально, что мы с вами увидели на сегодняшний день, мы это все напишем, да, и отправим полиции, кто это все мог совершить для поиска виновных лиц. Как только владельца участка найдут, он должен будет добровольно ликвидировать свалку. В противном случае предстоит судебный процесс. Никита Гайдаш, Сергей Никифоров, 12 канал. О МИЧИ предупреждают об изменениях в работе общественного транспорта. Об этом сообщают в профильном департаменте мэрии. Касаются они маршрутов, которые пролегают через центр города. По случаю репетиции и проведения Парада Победы ряд улиц перекроют, как для личного, так и для общественного транспорта. В связи с чем автобусы будут ходить по измененным схемам. 5 числа с 19.30 до полуночи. 9 мая с 7 утра и до часа дня. Движения троллейбусов номер 2 и номер 4 на это время отменят совсем. Подробнее ознакомиться с изменениями в маршрутной сети можно на сайте мэрии 12 канала. На юбилейной флоре представят природные ландшафты Омского региона. Посреди выставочного и воскресенского скверов появятся степь, лесостепь и сибирская тайга. В мэрии раскрыли подробности предстоящей традиционной городской выставки зеленого строительства и цветоводства. Сейчас завершается разработка концепции, в которой принимают участие агрономы, архитекторы, флористы, дизайнеры и студенты. Так, флора 2022 будет посвящена сразу двум юбилейным датам. 70-летию самой выставки и 200-летнему юбилею Омской области. В тематических экспозициях помимо цветов будут использоваться природные материалы. Дерево, камень, хвойные породы, сухоцветы. Оформление скверов дополнят декоративной подсветкой. Добавлю, что посетить флору в этом году омичи смогут с 5 августа. Проходить выставка будет в течение пяти дней. Передавать законодательные инициативы депутатам Государственной Думы мэр Омска обсудил сегодня с руководством Федерации Омских профсоюзов идею по организации прямого диалога с Нижней Палатой парламента. Сергей Шелест обозначил самые острые вопросы. Справедливое распределение налоговых поступлений, ликвидация алкомаркетов из жилых домов. И незаконное содержание наружной рекламы. Кроме того, участники встречи договорились детально рассматривать каждое обращение профсоюзных организаций, если оно касается нарушений трудовых прав работников. На заседании обсудили городские финансы, ремонт школы, оплату детских садов, летний отдых несовершеннолетних, озеленение и благоустройство, земельные отношения и проблемы городского транспорта. У нас соглашение подписано с мэрией города Омска о совместной работе на 2022-2024 годы. Мы готовили это очень серьезное соглашение. Все пункты были обговорены с двумя сторонами. Заработная плата, охрана труда, условия работы, занятость населения, все предприятия очень важно, чтобы были заняты. И мэрия, конечно, и сам мэр очень много уделяет внимания. Мы будем откровенно разговаривать по тем проблемам, которые есть в городе и которые есть в профсоюзе. Более 200 тысяч практически членов профсоюза. И это такая огромная, я бы сказал, сила, которая возможно изменить жизнь в городе в лучшую сторону. Хотел откупиться от правосудия. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Амича, который пытался дать взятку инспекторам ДПС. Инцидент произошел в Щербакуле на прошлой неделе. Машинист бульдозера попался на вождение под градусом. Тогда предприимчивый шофер решил, что называется, замять ситуацию. Из-за молчания щедро предложил силовикам 30 тысяч рублей. Но прогадал. Для того, чтобы избежать административного наказания, которое предусматривало лишение водительских прав, мужчина отдал 30 тысяч рублей сотруднику ГИБДД, положив деньги в бардачок. Несмотря на то, что ему было разъяснено, что передача денег является преступлением, мужчина все равно предложил сотрудникам полиции взять эти деньги и отпустить его. Теперь за нарушение закона несколько раз подряд Амичи рискуют заплатить не только рублем, но и свободой. Водителю грозит крупный штраф в полтора миллиона. Или до восьми лет лишения свободы расследования уголовного дела продолжается. К другим темам. Прикоснуться к прекрасному и пощупать небесную твердь. В Омской области при поддержке президентского фонда культурных инициатив подготовили уникальные проекты для незрячих. В Омском обществе слепых сегодня презентовали буклет, посвященный художникам-передвижникам. А в Таре открылся тактильный планетарий. О том, как незрячим и мечам помогают сформировать картину мира и открыть для себя мир живописи, расскажет Денис Жарков. Члены общества слепых по понятным причинам пропустили экспозицию в музей Врубеля, посвященную 150-летию Товарищества передвижных выставок. Зато теперь они смогут о художниках-передвижниках прочитать и даже увидеть одну из их работ. Это рельефная копия портрета писателя Леонида Андреева, написанного Ильей Репиным в 1905 году. Для нас это очень-очень важная история, потому что она партнерская. Нужно был и перевод на шрифт Брайль, нужно было и отрисовать живописное произведение, для того, чтобы перевести его в рельефную форму. И для нас большая радость, что проект случился. И президентский фонд культурных инициатив поддержал эту историю, сделав искусство доступным для всех. Буклеты передадут в адаптивную школу, библиотеку для незрячих и отделение общества слепых. Как отметил председатель Омской организации Глеб Новоселов, большинство информации в мире рассчитано на визуалов. Поэтому хорошо, когда учитывается интересы тех, кто познаёт мир не глазами, а на слух и на ощупь. Проект, безусловно, полезен, как любой проект, который направлен на инклюзию, который направлен на то, чтобы люди с инвалидностью, в нашем случае, люди с инвалидностью по зрению, они как-то расширяли свой мир окружающий, каким-то образом получали какую-то новую информацию. Копия портрета заслуживает особого упоминания. Рельефное изображение получилось чётким, понятным, дающим максимально точное представление об оригинале. Никаких лишних подробностей, которые бы только сбивали с толку. С этой проблемой столкнулись и авторы тактильного планетария, создавая рельефные карты звёздного неба, модель Солнечной системы и карточки созвездий. То, что мы изначально придумали, оно не читалось. Было очень много деталей, и люди, тотальники, они просто как в лабиринте путают, что здесь вообще есть. Ребята, объясните. Ну, мы объясняем вот так, так, так здесь соображено. Упрощайте. И мы упрощали. И вот где-то несколько месяцев у нас там ушло просто на одну карточку. Когда мы поняли, как она теперь устроена, что нам нужно, вот оно всё появилось. Проект уже презентовали в Омске и Силькуле. Теперь настала очередь Тары. Теперь и там слепые могут дотянуться до звёзд и оставить на далёких планетах следы пальцев, познавая на ощупь устройства Вселенной. Эридан. Вот это вот. Это тут здесь понятно написано. А там, где планеты, шрифт непонятный. Крупные сильно эти гвоздики, буковки, можно сказать так. Планеты интересные. Вот. И всё интересно было про звёзды, про планеты. Про это, про всякие разные. Это люблю. И старый тактильный планетарий отправится в Калачинск, а потом в Называевск. В планах авторов расширить выставку, чтобы можно было презентовать её не только в отделениях общества слепых, но и в культурно-досуговых центрах. Ведь проект будет интересен и зрячим. Такую искусную работу действительно стоит увидеть. Ленис Жарков, Анастасия Копейкина, Денис Лопарёв, Александр Харченко, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12 канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Построил дом, посадил дерево, вырастил сына. Поставь теплицу. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Доставка бесплатна, монтаж быстро. При покупке теплицы скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у Кит Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. Такова картина дня в Омске. Всего вам доброго и до встречи завтра на 12 канале. Редактор субтитров А.Семкин